С великой радостью, любовью представляю Николая Юрьевича Ютанова. Мы наберемся на гости и выйдем вдвоем. Как всегда, да. Николая Юрьевича Ютанова не была, и какие-то ее не утонуют. И там добрая половина злая моя, а добрая половина то, что сделано во мне и сделано нами, это сделано, конечно, Катей. Дорогие друзья, я считаю, что это одна из самых интереснейших историй в моей и нашей биографии. Это вы. Вы прекрасная история, вы прекрасное прошлое, вы прекрасное настоящее, потому что мы действительно видимся с завидной регулярностью, с большим количеством народа. И вы наше прекрасное будущее, потому что мы с вами, как сказал депископ, договорились. Договорились о том, что мы не останавливаем процесс обучения, мы не остановим процесс познания. Нам чертовски интересно вместе. Скажу честно, это искренняя ситуация. И ведь все это, опять же, сделал Олег Борисович Алексеев. Он задал такой, так сказать, первичный толчок первозданческий. Это было неожиданно. Я помню этот волшебный бурбон, который мы пили, когда было сделано предложение, от которого было сложно отказаться. И как потом вся наша команда была вовлечена в это с разными уровнями приключений. Ребята, открытый университет действительно... Вы сейчас так немножко с Катей Морозовой постояли за углом с сигаретами. Извините. И я могу сказать, что действительно вы вышли на другую орбиту. Во многих случаях вы не зависите от некоторых простых земных обстоятельств. Вы их решаете. Но будущее бесконечно в своем расширении. Будущее бесконечно в наших друзьях и проектах. Будущее — это как воздух, как жизнь, как свободное пространство дальнего космоса. Все, что хотите. Как астрофизик могу это подтвердить. Я же так сказал, что это не то. Как это принято. Я помню, Анечкин, вопрос на одной из лекций. Екатерина Юрьевна, а вы эти слайды смотрели? Вы эту презентацию смотрели? Я хочу сказать, во-первых, большое спасибо Олегу Борисовичу, что он нас в это... Я не ввел, а просто заставил эти заняться. Да в такую интересную идею, что просто ввязаться в нее было невозможно. Точнее сказать, не ввязаться было невозможно. А больше хочу сказать вам всем, кто у нас учился и потом к нам подключился, большое спасибо, что вы к нам приезжаете, заставляете нас делать новые шаги. Сами делаете новые шаги. Мы вас втягиваем в проекты, вы нас втягиваете в свои проекты. И иногда делаем что-то совершенно интересное на кухне Тарафантастики. Приезжайте еще и привозите друзей. Я помню еще Дима Евграфов, который приехал в 5 утра автора Фантастику, выяснил, что там все спят. Это такой у нас офис. Там иногда спят, когда приезжают студенты. Или когда произдаем, тоже все там спят. Поэтому он подошел, пошел, нашел книжку и стал читать. И сказал, что вдруг выясним, что 10 часов утра, а книжка понравилась. Вот такая вещь называется «Ночь в издательстве». Можно проводить и такую. Продолжение «Ночи в издательстве» очень короткое и просто. Мы дарим открытому университету наш информационный канал, журнал, который начал выходить, журнал «Конструирование будущего». И надеюсь, он вам пригодится. Тем более, что существует он только в оффлайне. Никаких айнлайновых образований. Туда можно и писать. Поэтому это подарок открытому университету. Я там кого-нибудь из блистательных администраторов. Там Андрея Егорова, Катю. Да, Катенька, пожалуйста. И я могу сказать, что без драйва, который создавали вы, без драйва, в который включились агрессивно наши давние древние друзья Елены Борисовны и Сергея Борисовича Переслегины, без поддержки Анастасия Борисовича, без чудесных преподавателей, которые были, сделали нам, с одной стороны, как вызов, создавали еще что-то, без именно участия в его лучшем проекте жизни. Это отборы, за которые мы ему действительно реально благодарны. Ну что, я считаю, что люди, которые творили университет, прекрасны. Я думаю, что сейчас они еще что-нибудь ломануты скажут. Спасибо вам большое. Мы всегда с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.